Скандальная телеведущая. Дура без мозгов. Назовите мне пять скандалов, которые устроила именно я и моя репутация, и мой рейтинг в Магаре. Я не хочу общаться с этим человеком. Ты понимаешь, какие были угрозы перед мамой? Дорогие зрители, здравствуйте. Сегодня у меня в гостях самая эвакатажная телеведущая Украины. Привет! Девушка-бренд вообще-то. Кстати, в инстаграме написано именно так. Я бы это обратил внимание. И на миски какие-то. А почему вот... Ну как, ну почему людям до сих пор за столько лет непонятно, что я девушка-бренд? Во-первых, все, что я не делаю, я брендирую. Любую маечку, футболочку, даже слово, даже Алексей Тургик в моих цикадах переносит на футболке. Это же уже, ну как бы, человек-бренд. Вообще я считаю, что у меня есть сейчас свое собственное шоу на радио. И оно называется бренд-шоу с Еленой Зелоновой. Потому что я считаю, что любой человек, который занимается определенным, я не знаю, ну в определенном направлении, там, работы, какой-то сферы, там, развивает себя в разных направлениях, он уже является определенным брендом. Ну, как минимум, он, если он публичный человек, он представляет себя. Не зря говорят, там, лицо канала или лицо компании. Это то же самое, это человек-бренд. То есть человек представляет собой либо себя, либо компанию, которую развивает, либо что-либо, да. Поскольку я и телеведущая, и уже радиоведущая, и дизайнер в прошлом, и чего я только не делала в этой жизни, ну, я себя зарекомендовала уже с разных сторон. Единственное, вот против чего, когда я пишу, скандальное телеведущие. Почему скандальное? Назовите мне пять скандалов, которые устроила именно я. Давайте разберемся в них. Если вы вспоминаете какие-то истории, ситуации, особенно связанные, там, например, с мэрами или какие-то сюжетные истории, ну, у меня такая работа. У меня есть редакционное задание, я должна поехать и выполнить, и снять сюжет. Я не могу приехать на работу без ничего, без материала. Мне нужно отснять, подготовить полностью то, что было запланировано всей командой. И я не понимаю, почему нам, ведущим, всё время приписывают какое-то клеймо. Я понимаю, что зрителю сложно понять, что, когда он видит в кадре человека, он думает, что он всё это придумал, снял. И они всё время думают, что человек, который в кадре, и говорящая голова, значит, этот человек несёт ответственность полностью за всё. И этот человек решает всё, особенно, как попасть на телевидение и как устроиться. Так писали все, мне кажется, ведущим, и Серёжа Придулин, и Саше Пидану, и мне. Мне кажется, всем ведущим пишут и спрашивают, как попасть и как стать, а помогите, продвиньте и так далее. Ведущие ничего не решают. Есть огромная команда, которая работает. Есть продюсеры, есть редактора, есть куча операторов, звукорежиссёры, визажисты, стилисты. Там огромная команда, есть ещё и продюсеры, генеральные продюсеры, то есть люди, которые лучше стоящие, руководящие определённым количеством проектов, либо они отвечают за какую-то часть, всё это разделено. Телевидение — это ни один, ни два, ни пять человек, которых вы видите на экране. Это огромная команда. Поэтому говорить, что я скандальная ведущая, это как минимум некрасиво в адрес меня. Я не создаю скандал. Я как профессиональная ведущая или как профессиональный журналист могу задать каверзный вопрос. А то, как вы ответите на этот вопрос, это уже ваша ответственность. Значит, учитесь грамотно давать интервью. Когда-то у меня есть замечательная семья. Мама у меня адвокат, а дядя у меня сейчас известный кинорежиссёр Алексей Залевский. И ранее он много лет работал дизайнером, создавал шедевры. И особенно он делал потрясающие постановки в этих шоу, в этих показах. И когда-то он мне сказал, Лена, научись грамотно отвечать на вопросы и давать интервью. Чувствуешь ты как? И как это выглядит потом? Если ты не умеешь и не знаешь, как ответить, но переведи это всё в шутку. Вот и всё. Лена Килонова в публичном пространстве. И Лена Килонова с друзьями дома, с родителями. Насколько ты чувствуешь себя заложником образа? Есть ли вообще такое ощущение? Отличный вопрос. Спасибо, что ты спросил. Я действительно, как и многие люди, которые работают на телевидении, они всё равно несут за собой определённый образ. И мой образ, он создан ещё со времён проекта «Пиранни». И этот образ длится за мной годами. Его почему-то не хотели менять, хотя я хотела очень измениться. Меня всё время одевали в том образе, к которому мы привыкли, было заложено изначально. Я не понимаю такого. Я считаю, что если время меняется, и всё меняется, нужно и меняться самому. Ну, рано или поздно и зрителю надоедает смотреть на тебя вот такую одинаковую. Они привыкают и думают, что ты вот такая тупая блондинка. Дура без мозгов. Я далеко не дура и очень умный человек, образованный и интересный. И я неплохой психолог. И я могу говорить о многих достаточно серьёзных вещах и на разные абсолютно темы. Я могу быть серьёзной, я могу быть весёлой, я могу быть сексуальной, я могу быть любой, разной, абсолютно. Но это не значит, что я вот только такая, как вы привыкли видеть меня на экране. В первую очередь я хочу, чтобы люди обращали внимание на меня как на человека. Инстаграм — это моя страница. Да, мне иногда мои знакомые, подруги и друзья говорят, что всё-таки в Инстаграме ещё есть вот этот образ. Возможно, я его иногда оставляю и создаю для вкусной картинки. Но есть очень часто откровения, например, когда я поправилась, показать свои параметры, замеры, даже искренне поплакать, если есть какая-то история личная, которая действительно для меня является чем-то очень особенным, трогательным, важным в какой-то тот или иной период жизни. Это не значит, что... Вот мне очень обидно, когда пишут, «О, актриса, как прекрасно льются слёзы! Боже мой, Оскар по ней плачет!» Люди, а вы что, не имеете чувства, или вы думаете, что все ведущие — они роботы, и они вот только вот такие вот заложники своей какой-то, я не знаю, общей картинки, которую вы всё время видите каждый день? Не живите иллюзией, живите тоже и своей жизнью, и поймите, что есть разные люди. И вы знаете, иногда люди в обществе одевают себе, как бы так сказать, больше масок на лицо, чем нежели те, кто работают в кадре. В кадре человек несёт определённое настроение, определённый образ, определённую харизму, харизму. Что-то он несёт. И тем самым создаёт вот эту вкусную картинку и правильный настрой, заряд и старт определённому проекту. И человеку интересно за этим наблюдать. Но поймите, что помимо телевизионной работы есть ещё и человек, который вот просто девочка Лена, которая справляется со своими какими-то жизненными ситуациями, обязанностями. Стоит огромная работа. Я тот человек, который работает каждый день. У меня нет выхода. Есть только выстроенный свой график, и я люблю это, мне нравится. Но при этом я умею построить график так, чтобы уделить и личной жизни, и работе, и работе в Инстаграме, и работе ещё где-то, и чему-то творческому в разных направлениях. Я недавно даже собаку забыла, а это тоже время. Это как маленький ребёнок, собака сыпл. Поэтому заложница образа я уже давно. И мне очень хочется, чтобы люди наконец-то начинали открывать свои глаза на меня иначе и воспринимать меня в другой. Не заложницы образа телевизионного, не привыкать, что я только такая, а чтобы они видели, что я адекватный, нормальный человек. Просто у меня такая работа. Просто иногда мне нужно сделать то, что мне говорят. И очень часто мы делаем то, что нам говорят. Хорошо, когда у тебя есть свой YouTube-канал, ты делаешь то, что ты хочешь. Ты сам себе режиссёр, ты сам себе директор, ты сам себе продюсер. Ты сам диктуешь и выстраиваешь работу так, какой она должна быть. На телевидении иначе. Ты иногда должен быть именно в определённом образе, либо выполнить определённую работу. Очень часто взгляд со стороны редактора, он может быть более объективен и это не значит, что плохо, наоборот. Иногда даже направляют, чтобы ведущие не уходили куда-то в дебри, а вот помогают сосредоточиться и направить. Но иногда нужен и скандал. Да, а без скандала смотреть неинтересно кино. А кому интересно смотреть монотонный, вот знаете, вот фильм «Мертвеца» с Джонни Деппом. Я уверена, что многие даже его не смотрели. Во-первых, фильм идёт очень, ну, что-то там, два-три часа, два с половиной часа, почти три часа. Я просто засыпала, когда его смотрела. Его нужно смотреть в тишине, когда никого нет. Но не каждому дано его понять, услышать и понять, что хочет этим сказать режиссер или сценаристом. Вот. И этот фильм не для всех. Его все смотреть не могут. Кому-то это будет неинтересно. Люди хотят драйва, интриги. Не зря же говорят, интриги расследования. Что же было дальше? Сматривать следующий фильм. Всем интересно наблюдать за динамикой. Динамика в кадре, это всё равно, это всегда идёт кач. К рейтингу, к просмотрам, к привлечению аудитории, публики и так далее. Поэтому, когда ты интересный персонаж, а я очень интересный персонаж, за мной наблюдает вся Украина. Я не менее известная телеведущая, чем кто-либо другой. И поверьте, за мной иногда даже больше количество людей наблюдают, чем, например, за тем или иным человеком, персонажем. называйте, как хотите. Поэтому для меня лично важно, чтобы люди, спасибо, что в последнее время YouTube настолько развивается, что меня приглашают на интервью. И мне очень приятно поделиться и рассказать и показать себя, что я не только вот такая заложница образа и блондинка с красивой грудью. А я еще имею что-то здесь и что-то здесь. У меня был период, когда именно это сообщество меня не поддержало. Я не хочу рассказывать об этой истории. Для меня это очень болезненная тема, потому что тогда приняли в сторону тех, кто меня любит. И они не хотят признать то, что они были неправы. Они действительно неправы. и была часть людей из этого сообщества, которые как раз меня почему-то в тот момент не поддержали, не поняли, не прочувствовали. Может быть, и поняли, но очень тихо. У нас люди боятся. Когда так встречают, могут подойти и сказать «Лен, он был неправ, а ты была права». Я говорю «А ты готов меня поддержать? Публично». Ты знаешь, давай не сегодня выкоприсеться. Понимаешь, люди очень боятся. Есть очень много подводных камней, которые вот так просто прийти и обществу объявить, сказать и показать, что вот так может быть. У людей просто перевернётся сознание. Они не поймут изначально, потом только начнут осознавать. Это всё равно, что как в какой-то степени, знаешь, когда человек смотрит криминал и думает «Господи, может ли такое происходит?» А это правда. Есть много вещей, которые люди не готовы публично. Им проще вот так вот подойти тихонечко. Я за тебя просто. Люди боятся, сказать. И как мне не быть в этот момент сильной и уверенной? То есть хорошо, у нас какие получаются пути? Сойти с ума, забиться, где-нибудь там умереть, повеситься или как? Или стать сильной, осознать все какие-то возможности свои ошибки, своего возможно... Знаешь, вот я очень такой человек, я очень добрая и приближаю к себе постоянно людей. Я все время им верю, доверяю. Для меня все хорошие. Я очень часто не замечаю в людях плохое. Это у меня подруга как-то сказала, я ей рассказывала одну историю с подругой своей, я говорю, ну вот как она могла так, я не понимаю, я же ее всегда позитивно воспринимала, и человек настолько нож в спину вставил условно, она говорит, Лен, ты этого не видела, потому что в тебе нету этого говна, она просто такой человек, и она со всеми так успевает, в тебе этого нет, и в людях видишь хорошее всегда и во всем. Мне очень часто бывают люди говорят, что присмотреть, обрати внимание на то, как человек к тебе относится, насколько искренне, и не хочет ли он чего-то от тебя взамен. Поэтому, да, в принципе, ребята меня любят, и я к ним очень открыто отношусь, и никогда не осуждаю, потому что это право и выбор любого человека. Мы все свободны, мы не рабы, чтобы быть под кем-то и вот прям микрофончик отутрется, уже притерся, не быть под кем-то, то есть, знаешь, мы достаточно свободны сейчас, чтобы высказать, единственное, я против вещей, и я хочу, чтобы меня правильно поняли, когда популяризируют что-либо. Человек все-таки должен делать выбор осознанно. Это не только касается методикационной ориентации, это касается любого, например, политических взглядов, либо направления в профессии, чего угодно. Человек должен принимать сам решение. Он, если другие популяризируют, значит, они получаются вклад в голову других людей, что должно быть вот так, детки, они же как, они растут, особенно переходный возраст, он же самый такой нестабильный, и психологический, неуравновешенный. Иногда сложно с подростками разговаривать, вот родители меня больны. И вот в этот возраст, в этот период, когда формируется все, очень хочется, дети сейчас очень умные, кстати, они могут понимать эти решения, но иногда людям нужно все-таки, чтобы, я не хочу, чтобы на меня обиделись, не дай бог, я просто хочу, чтобы меня правильно поняли. Я не против, но я против популяризации чего-либо. Это не только нетрадиционная ориентация, чтобы меня правильно поняли, чтобы потом не писали, ага, ты против, оказывается. Нет, нет, это не так. Имеется в виду популяризация чего-либо. Когда мы смотрим, например, предвыборную кампанию, это уже людям вкладывают в голову, что нужно прислушаться только к ним, что те типа не очень, а эти очень. И получается, они вкладывают свою мысль, свою идею, и получается, это решение в какой-то степени не совсем их. когда человек раскладывает по полочкам и рассматривает одну сторону, вторую, третью, четвертую, пятую, десантки, тогда он уже осознанно анализирует все это и понимает, к какому решению ему прийти. И это правильно, это грамотно, и это его уже как раз мнение и его как раз выбор. Я абсолютно согласен с тобой, потому что в этом есть смысл «Человек больше всего» стать и выбирать песни разными определенными стереотиковыми или тенденциями точно необычными. Касательно личной песни, очень интересный момент. В 2000-2000 в этом году у тебя был некий роман, который конкретно гласкает Сергей Паспорт. О, Боже! Что это было? Расскажи, пожалуйста. Блин, ребят, наверное, давайте я все-таки в коем веке последний раз, наверное, отвечу на этот вопрос. Вот честно, я очень не люблю эту тему. Я Елену помню намного раньше, когда она еще участвовала в шоу «Кто против блондинок?» Она очень ярко все время одевалась, у нее яркий был головной убор все время, я следил за ней еще тогда. Он скоро станет моим мужем, какие могут быть запретные темы. У вас настолько серьезные отношения? Все серьезно. Как же! Конечно. Как все было на самом деле? Мы с Сережей познакомились на одном мероприятии. Ты когда хочешь на мероприятие, ты же понимаешь, что есть какие-то публичные люди, есть приглашенные и так далее. И вот мы как-то так сидели за одним столом, мы раззнакомились, и Сережа предложил, не хочешь ли ты там завтра, так вот, поехать в сети в чеках, отдохнуть, позагорать, поплавать в бассейне. Окей, есть свободное время, почему нет? И мы вот это балуемся, развлекаемся, прикалываемся, реально шутим. Но его пиарщик на тот момент, товарищ Золдан, просто неадекватная личность с неуравновешенной психикой. Я реально думаю, что согласен. Просто он такой, ты знаком, ты понимаешь, я просто думала, что он послал экспрессивный, но такой своеобразный. Но со временем я поняла, насколько это неадекватный человек. Да. Он втихаря, как я поняла, я не знаю с их стороны правды, я могу только со своей личной стороны сказать, я так поняла, что он понял, что это неплохой, пиар-ход. А я-то на тот момент, ну честно признаюсь, ну дура, ну реально дура. Такой взрослый. Нет, просто я заигралась в эту игру, мы даже это не обсуждали, многие думают, что мне заплатили деньги. Мне некоторые даже говорили, Лена, ты говоришь, что тебе заплатили большие деньги за пиар. Мне не хочется подумывать эти глупости и говорить неправду, потому что мне никто не платил. мы не строили специально этот пиар, никто это не создавал. и я просто реально не понимала, что я делала. Просто не понимала, безмогу, понимаешь? Я относилась к этому, как, знаешь, сейчас это модно называть хайп. На тот момент этого слова даже не было. Наверное, это своего рода был какой-то хайп, но я не понимала, что я делала. для меня просто это, ну, как бы, общение, дружеское половство, детский сад, по сути. Но я понимаю, что мы там зашли уже слишком далеко, про свадьбу начали говорить, про беременность, там, ну, блин, ну, я реально в это игралась. А, они на этом строили пиар. Сайт Депо, который, я не знаю, просто ты пишешь, Елена Филонова, он до сих пор в топе. Это интервью, это все. Про сумку Шанель я вообще молчу. Когда мне подарили сумку, я говорю, золото, а ты уверен, что это оригинал, а где коробка, где паспорт. Ой, я где-то затерял, это точно оригинал, да. Я когда увидела, что там в одном моменте просто лопнула, не стыдно было. Я ее думала, почему где-то продать, там, за полторы тысячи гривен, просто, хотя бы, какая-то компенсация была, или я не знаю. Может, мне просто так. Я реально, мне стыдно. Я не ношу, как бы, ну, да, раньше у меня был период, я могла какую-то копию носить, но сейчас только оригинал. И да, пока у меня нет Сонки, Шанель, но у меня есть зато Дольче Гобама. Красивая там, а это ей подарок подготовлено. О нем попозже. Слушайте, я забегаю вперед. Я люблю все-таки подкопить денежки, дождаться скидок, я об этом могу отдельно рассказать, и купить все-таки оригинал. И я знаю, где можно купить дешевле. Конечно же, в Меладе, но об этом попозже. И я не люблю, когда меня обманывают. Вот этот вот весь какой-то с их стороны пиар длился очень долгое время. Я вот своим знакомым, даже маме, как-то, мам, меня никто не понимает, я не могу понять, что со мной в тот момент происходило. Вот, рувая, ты нахитар такой, когда у тебя как пелена перед глазами, вот так, и ты не осознаешь, что ты не понимаешь, что с тобой происходит. То есть, все остальные замечают, что это полный бред, только ты почему-то к этому относишься, типа нормально. Вот ты не понимаешь, что это уже зашло слишком далеко, и это выглядит просто уже смешно. И моя репутация, и мой рейтинг падает. Мой статус. То есть, меня уже воспринимают как фрика, но я не фрик. И мне вот это очень ударило по... и по карьере в какой-то степени, и по статусу. Я очень жалею, что я с ними связалась. Мне Сережа недавно начал писать, Лена, пожалуйста, я тебя умоляю, начни со мной опять общаться, прости меня за прошлое. Серьезно, я тебе сейчас даже вот открою сообщение, прочитаю, вот что он писал. Я не отвечаю. Я не отвечаю. Я не хочу общаться с этим человеком. Ну, либо голосовой. Я очень знаю, что на меня вне джейс, но не пропустил по-прежавности. Я спал джейс, но сейчас я не хочу джейс, но хочу поиграть с джейс, Он боится меня, он стесняется, ему надо набраться смелости мне написать это голосовое сообщение. А такие люди на самом деле осознанют свои действия? Или же это очагная возможность? Мне кажется, вот смотри, если брать Сережу отдельно от золотого, он сам по себе неплохой человек, он добрый. Просто он легко поддаётся, он относится больше к состоянию не мужскому, когда мужчина может сам себя обеспечить, а к состоянию женскому, когда ему нужен человек, который будет его обеспечивать и давать тебе всю необходимую жизнь, красивую жизнь, деньги, хорошую квартиру, машину и так далее. Он чувствовал себя как женщина за мужчиной, понимаете, да? Он не может быть мужиком, чтобы вот, эй, ты в камне, понимаешь? Он скорее, типа, пожалуйста, с трубочкой. Ну это скорее такой вариант, понимаешь? И потом так, не знаю, как он любит делать. А золотом, он как раз манипулятор. Он манипулировал и мной, и очень сильный агрессор. Ты не понимаешь, какие были угрозы. Когда вот это псевдоколечко на пальчике, когда он мне рассказывал, что это плацена, бриллианта, всё, это обычный цирконий, пойди в ломбард, проверить, там будет ослух, понятно. Никаких не потратят, понимаешь, это жлободрон. Я очень жалею, очень жалею, я очень жалею, что я с ними связалась в своё время, правда. Потому что это очень ударило, в первую очередь, по моему статусу, по моему женщине. Женщине легче потерять статус, нежели мужчине. Мужчине легче вас назовите, да, чем женщине. Женщина должна годами, я не знаю, восстанавливать свою репутацию, нежели мужчине. По сути, вся компания этого романа строилась на спектре, потому что после того, как... Да, только я этого не знала, что эта компания строится во благо их пиара. На мне. Союз вспался, и о них все забыли. То есть, где золотки, где пасты, многие не вспомнят. Нет, ну, слушай, там шоу-мани, когда была, там поступ, несколько серий, там они уже прям, ты ж, мне же писали, звонили, чтобы я приехала на интервью, прокомментировала это. Я отказала, несмотря на то, что я уже работала на новом, я сказала, нет, давайте эту историю закончим. Зачем вы продолжаете эту историю пиарить, когда у меня уже стали мозги, когда я уже осознала, когда у меня есть очень крутой ангел-хранитель на новом канале. Человек, которого я безумно уважаю и всегда прислушиваюсь к его мнению. Это мужчина. Я не буду называть его имя, я не знаю, насколько он хотел бы, чтобы я назвала его имя. Я сразу хочу отбросить вот эти глупые мысли о том, что между нами могло что-то быть. Нет, мы всегда находились, мы редко виделись, но когда что-то происходило по работе, когда нужно было что-то направить, он очень четко, аргументированно, короткой фразой, там и надо было часами разговаривать, конструктивой. Но он мне сказал, Лен, что ты делаешь? Он мне буквально одной фразой, я не помню дословно, очень быстро поставил моим мотивоментами. Когда я начинала понимать, в тот момент уже, вот мне так начало все рассеиваться, я начала понимать, что я делаю с ними. Я просто гроблю свою репутацию. А это реально же могло дойти до всех, кто с вами. Это же вообще предстоит с его и кобылой. Я вообще в шоке. Как я могла это сделать? Многие сейчас, кто-то меня поймет, кто-то может мне не поверить. Но, друзья, поверьте, правда, бывают такие моменты в жизни, когда мы все живые люди, мы все совершаем ошибки. Мы не идеальны. На этом и строится наша жизнь, наш опыт. Я действительно не понимала, до чего это походит. Я не слышала никого. Я очень благодарна этому человеку, который мне вовремя, вовремя меня остановил. А если сейчас, например, твоему директору позвонят, предложат очень хорошую цену денег. Ну, например, ты мне отдавали в кофту, в фундазировании, 100 тысяч долларов. За какой-то конкретный для романа подцепление денег. Ты бы сейчас согласилась? Мужчиной традиционной ориентации? Да. А почему? Нет. А все. А, надо будет вам все. Делись какая-то уже была. Нет, на самом деле, ну что значит 100 тысяч долларов? Это как-то мало. Я бы поторговалась. А вдруг я потом в этого мужчину влюбилась бы. А он-то спонсор. А может, он наоборот хотел каким-то образом вот так вот. А знакомый. Знаешь, в сериале «Друзья» Моника, когда работает, стала официанткой в паре, там приходил же один очень богатый мужчина. Помнишь эту серию? И он ей там чек подарил на 10 тысяч долларов. А она пришла к нему в кабинет ругаться. Какого хрена ты мне подарил 10 тысяч долларов? Я что, тебе тут это? Ла-ла-ла. Он такой, ну вот смотри, если бы я не выписал чек на 10 тысяч долларов, ты бы ко мне сюда не пришла, и я бы не смог тебя приписать на свидание. Понимаешь, как эта ситуация может переиграться? Вдруг этот мужчина – моя судьба? И это уже наш общий бюджет. Хотя соточку я бы оставила. Но я такой человек, что я бы частично эти деньги бы начала выделить на благотворительность, на помощь, на себя, на родных, близких. То есть я бы вот так вот, вот, всё. У меня нет такого, что всё и только мне. Огромное количество внимания, и мне кажется, что многие люди боятся такой откровенности, потому что ты, в первую очередь, честно с собой, ты можешь говорить абсолютно на любую тему, и ты всегда сможешь ответить любому обидчику. Но есть крайне негативные комментарии по твоим посланиям, что для меня тоже, например, непонятно. Потому что высказать своё мнение и оскорбить это совершенно разное. И в интернете теряется эта грая. Скажи, пожалуйста, как ты справляешься с этим хейтом и в первую очередь поддерживать у тебя маму, например? Какие твои отношения и какую роль твоя мама играет в твоей жизни? И в принципе в твоём формировании? Ой, маму я люблю. Ты что? У нас с мамой замечательные отношения. Мы редко ссоримся. У меня мама очень мудрая женщина. Если, не дай бог, ссоримся, мне даже носик щипать начал. Мне всегда стыдно перед мамой, если я на неё кричу. Ой, мы дети такие. Мы можем иногда сорваться, потому что мы где-то поднакопим вот этот вот негатив, хейт. Всё, видите, всё, что касается родных, всё. Ух, я макияж сделала. Нельзя фотать. Мама у меня, конечно, потрясающая мудрая женщина. Конечно же, она меня всегда поддерживает. Она мне даёт новые советы, как мне обращать внимание, как реагировать. И она всегда, в принципе, как и часть адекватных людей, которые не обижают меня. ну, вы знаете, когда вот сейчас пишут даже, что я свинья. Ну да, я поправилась. И этому всегда есть какое-то объяснение. Это не обязательно, что я вот жру. Бывает такое, что действительно меняется гормональный фон с возрастом, со временем, когда нет половой жизни, секса. Это очень на женщину. Мы вообще гормонально очень все настроены. У нас по-другому, нежели как у мужчин. И женщины, те, которые пишут оскорбления, даже порой, я замечаю, мужчины, что меня удивляет. Хотя, я думаю, что иногда женщины берут телефоны своих друзей, мужиков, с их страницы пишут, типа мужик меня оскорбил, а на самом деле баба. Ну реально такое может быть. Я к этому отношусь по-разному. Бывает, мне это приносит очень такой сильный удар, боль. Я могу и поплакать. Меня это очень обожает. Ну потому что я девочка, я живая. Я же не мертвый робот какой-то, я не кукла Маша, понимаешь, которую завел, и она там себе песню какую-то спела или поздоровалась с тобой. Я живой человек, который очень много всего чувствует, и я пловю, мне все через себя, я как кошечка, у меня, вот знаешь, душа как марля, через которую очень легко вот просто вот так вот проникнуть, пролететь. Ты падуй, и все, знаешь, я уже буду чувствовать, знать, понимать. Но я настолько сильная личность, что они не понимают, как меня можно сломать. Как бы они ни писали, как бы они ни говорили, что бы они ни делали, они не могут сломать меня, потому что я от этого становлюсь только сильнее. и то, что я сейчас готовлю, я хочу создать свой марафон, не похожий на другую. Психологи, лепахт, фитнес-тренера, кто-то еще, они создают марафоны, потому что это их, по сути, профессия. и сейчас это очень постребовано, популярно. Да, в этом есть смысл, они несут пользу, они помогают людям. Но я другая, у меня есть свой личный опыт. Я же не всегда была такой. И каждый, кто смотрит нас, тоже меняется спустя годы. Мы тоже добираемся опыту и не всегда бываем такими. Нам хочется меняться. Знаешь, что сейчас, например, очень много женщин, которые, например, если идут на свидание, они стесняются при мужчине кушать. Это ненормально. Мужчина любит, когда женщина ест. Я вот сейчас удивлен. Это говорит о том, что девочка, она не строит перед мужчиной какую-то там, вот как она, по ее мнению, хочет показать придуманную ее, типа идеальную. Она показывает себя такой, как она ест. И это еще говорит о том, что у нее живой, здоровый организм. То есть не все в порядке. Это нормально, когда вы можете и покушать, и поговорить. И вообще, я наблюдаю за тем, какие свидания сейчас. Господи, мне стыдно становится за женщин. Они не знают, о чем поговорить с мужчинами. И в общем, на многих вот таких примерах, как полюбить себя, как найти себя, как научиться не стесняться говорить откровенно и быть такой, какая ты есть. Вот на этом всем я буду строить свой настоящий, живой марафон, который будет менять девочек только в лучшую сторону. Только сильные личности могут повести за собой людей, которые в этом нуждаются. Есть люди, которые говорят, мне это не надо, я сам справляюсь, у меня все прекрасно. Но есть люди, которые зависимы от других и им это нужно. Я, например, не нуждаюсь в психологе или в психотерапевте, например, или в психиатре. Я сама являюсь неплохим достаточно психологом. Когда я общаюсь на каких-то темах, вчера у меня была шикарная встреча с человеком, который будет работать в моей команде, мой продюсер, человек, с которым я работала на протяжении почти 10 лет на телевидении, и мы будем создавать этот проект вместе, она невероятно умная, она невероятно крутой организатор, она меня так вдохновила этим, она говорит, Лена, в тебе есть все то, что хотят видеть девочки и в себе. В тебе есть то, о чём ты так легко можешь говорить и не стесняться, не бояться, и тем самым быть примером для других. Ты не представляешь, какое количество у меня в дире сообщений, что какая я классная, какая я смелая, вот мне бы быть такой. Ты не представляешь, сколько моих девочек, которые пишут мне, и они нуждаются в моём совете. Многие боятся пойти к психологу, они хотят видеть вот такую подружку, как я, с которой легко можно поговорить. На днях я вот просто вчера ехала в такси, молодой парень и он так жаловался, что как-то так или не так у него в жизни происходит. И я начала раскладывать ему по полочкам. Блин, я так кайфанула, мне было так приятно направить его. Он после меня просто, знаешь, как будто бы ангела увидел. Вдохновился тем, что в жизни может быть что-то кроме вот этих негативных людей, ситуаций, что люди им пользуются, за его доброту и щедрость. его открытость, ну вот его какие-то истории, которые он рассказывал, я его так сказать настроила и вдохновила. Вообще женщина должна уметь вдохновлять мужчин. Это нормально, это у нас в природе заложено. Мы как, знаешь, такой вы наш огонь, который горит, но мы иногда поддаем ветром своим, чтобы этот огонь не угасал и вот эти искорки, как огонек в глазах, они были, чтобы вот это пламя было больше, сильнее, как костер. И никогда женщина не должна быть выше и лучше, и круче мужчины. Это неправильно. Женщина должна быть в мире, она должна помогать, направлять. И ты знаешь, мне было так кайфово поговорить с ним, не казаться быть выше типа его, что вот типа я такая крутая, научила его, как ему жить. Нет, я наоборот кайфовала от того, что я как женщина смогла вдохновить мужчину, не забывать о том, насколько он сильный, уверенный, он самец, он сам может справиться легко со своими трудностями и вдохновить его на то, чтобы его жизнь изменилась только в лучшую сторону. Это очень кайфово. Вау, очень кайфово. Ты знаешь, очень элитичный человек, очень тонко чувствуешь, и в принципе у тебя поразительное сочетание сильной женщины, независимой, которая четко знает, чему поэтому мне легко общаться с мэрами. Люди не понимают, как я могу с людьми вот такого статуса и ранга, общаться с ними как с лучшими друзьями. А знаешь, почему самый главный секрет? Потому что я не смотрю на статус, я смотрю на него в первую очередь как на человека, потому что он живой человек. И не обязательно даже политика либо чиновника топить в каких-то вопросах, как топят журналисты. И почему потом журналистов не любят? Сейчас журналисты многие забыли о том, что такое настоящая профессиональная журналистика. журналист это что-то нейтральное, никогда не должен принимать ту или иную сторону. Но сейчас журналистик очень изменилась, патрессивная стала, очень гнобят других. Мы же не знаем, какие серые кардиналы стоят еще за данными высокопоставленными чиновникам. и что не всегда в его силах сделать именно вот так. И что очень часто он как это подвязан, да, он зависит, да, зависит именно вот от своего положения, что нужно сделать именно так. Это очень похоже в какой-то степени. Почему мне это и так близко? Потому что мы, телеведущие, да, тоже в какой-то степени зависим от того, что нам говорят и что нам делать. Это где-то очень все на поверхности схоже. Поэтому я к ним отношусь в первую очередь с пониманием. Недавно в ЦУМе я встретила мэра города Житомир. Это было так приятно. Он был с семьей. Вот. Я с ним поздоровалась, он меня помнит. И очень приятно, когда люди могут сохранять вот это теплое отношение, что тебя запоминают, что тебя помнят. Понимаете? И отношения. Мы в очень хороших отношениях с мэром города Каменск Водольск, с Михаилом Евстафьевичем. Мы в очень хороших отношениях с городом мэра Черновцы, с Алексеем Коспрухом. Ну, приятно, когда ты можешь... Я очень благодарна мэру города Одессы за то, что он не попаялся и не дал мне интервью. Я очень не хотела с ним снять это интервью. И я ему очень сильно благодарна, что он нашел время. Потому что журналистам уже начинают в какой-то степени бояться каверзных вопросов, что могут где-то подставить, еще что-то. Я понимаю, есть разные политические темы, моменты, и ситуации. Но то, что снимала я, к этому никакого отношения не имеет. И в этом-то и суть. Что мне нет смысла его в чем-то топить каким-то вопросом. В том-то и дело, что мне хотелось вот этого легкого общения, чтобы они убрали вот этот немного статус, да, я глава города, чтобы они наоборот показали себя в первую очередь, что я могу быть таким человеком. Мне и близко вот это понятие смотреть сквозь рамки, понимаешь, то, чего не видят другие люди. И поэтому мне так легко находить язык с любым человеком. И я при этом остаюсь человеком. И, знаешь, когда мне пишут, типа он там сожрал звездный болезнь, ну нету у меня этого. Господи, люди, ну нету вам этого. Ну я уже проще, но я не знаю, проще доски, понимаешь? Это говорит о том, что ты профессиональный журналист. Вот. Твои навыки. Это говорит о том, что ты настоящая, и, наверное, опять, и, наконец, в первый год. Жить за определенными массами, гералками. Да, они всегда ждут какой-то подставы. И это очень плохо, что у нас люди все время в таком состоянии находятся. Ты знаешь, я помню как-то Юлия Тимошенко среди большой толпу журналистов выбрала только меня и начала разговаривать только со мной. у них есть интуиция, с кем начать разговор. Они понимают, с кем они могут поговорить и приблизительно какой-то может быть тема и разговор. То есть как-то у них срабатывает вот эта внутренняя логика, я бы так еще даже сказал. там. Здесь сейчас срабатывает некий диссонанс, я в первой сфере общаюсь и я вижу очень сильный человек, но в то же время очень полимую, нежную, и чутку делать. Вот ты вращаешься в этом едином поле. Огромное количество людей, огромное количество комментариев в сети. В любом случае бывает, когда накапливается, когда тяжело самостоятельно справиться, когда устаешь, когда хочешь закрыться от всего мира. Ты в такие моменты не подпускаешь никого, и ты можешь например приехать в магию. Мы с вами живем в одном доме на разных этажах. Поэтому в любой момент. В любой момент. То есть мы с вами с вами зубь идем, у нас нет такого типа мамина дочка совсем такого. Я все-таки стараюсь быть не маленькой девочкой, взрослой девушкой, но мы в очень хорошем отношении с мамой. И если наступают такие моменты, я не всегда бегу поплакаться к маме. Я очень люблю уехать, улететь в другую страну. Это называется сменить обстановку, сменить картинку. Я ищу вдохновение. Я таким образом успокаиваюсь. В прошлом году у меня был такой я себе тур придумала «Ешь, молись, люби». Серьезно. И это было очень круто. Я съездила в Мадрид, в Толедо. Я очень круто отдохнула. И я действительно очистилась и отдохнула душой. И еще у меня был один такой поездка. Я поссорилась со своим молодым человеком. Нет, я не с ним. Мое сердце свободно. ребятам. Я психанула, проснулась. Первым делом я взяла телефон в руки, открыла приложение «Приватбанка» и купила авиабилет. И улетела в Милан. Никто об этом не знал. Я взяла одну свою сумку, карточку, деньги на дорогу, паспорт, зубная паста, щетка, мелочь, дезодорант, чуть-чуть косметики. И все. И улетела. Я побывала за этот период, практически не снимая ничего в социальные сети и не выставляя. Я так кайфанула. Милан, Мяполь, Соренто и Капри. А еще у меня взяли интервью на острове Капри. Да. Это было очень приятно для немецкого канала. Так ты не понимаешь, я на своем ломаном английском «Вот меду» что-то там пыталась объяснить и говорить, какие у меня там сбережения. Потому что тема была типа «Остров каплей», «Остров миллионеров» и так далее. И ребята приехали снимать про… А я ж яркая, я вся такая «Атоль Чикабан». Трудно было не заметить. Для телека конечно красиво взять интервью красивой женщины. Они это будут смотреть. Ты не понимаешь, моя подписчица какая-то реально прислала мне ссылку на эту программу. Я потом потеряла и не смогла увидеть, как это было по стороне. Лена, для наших гостей у нас есть особенная рубрика, которая называется «Телеграм-канал». Телеграм-канал нам определяет факты, а мы собой определяем «Телеграм-канал». интересно, я так еще не играла. Давай, попробуем. Первый вопрос. Бабочки или желудок бывает на сайте. «Телеграм-канал» «Правда?» Реально, бабочка летала в животе. Нет, если это ощущение, конечно, бывает. Я в это верю, и когда мне нравятся мужчины, я на свидание с ним. У меня есть как мурашки по телу, или как бабочки. Или такой веселый и дурной. Виной всему гормон адреналина, который разливает тело в ответ по так называемой реакцией пить или пить. Правда? Правда, да. Это же гормон, да. Вот эти вот наши ощущения. У каждого пятого человека, да, психическое расстройство. Сто процентов правда. Сто процентов правда. Сейчас снимаю. В наше время в психическое расстройство встречается очень часто. Сто процентов правда. Идем дальше? Конечно. Выход? Нет, это неправда, нет. Это неправда, это ложь. А не мысль? Нет, это неправда. Лена, да, да, ты сказал. То есть не реагирует на плачь, потому что вы просто. Да. А еще на движение. Вот, теперь мужчина. Давайте. У многих мужчин борода начинает набрать весны. А вот только в 30-ти годах. Это не замечало ли это. Слушай, ну, наверное, это правда. Да, да. Ну, я не видела, например, хотя бы, подожди, но есть ребята там, смотря с какого возраста. Ну, то, что к 30-ти, ну, это логично, что да. Да. У многих мужчин борода начинает набрать весны только в 30-ти годах. Ну, это правда, да. И на завершение добавить... Это как раздет всю жизнь у нас нос и ушки. Да. 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 Умбиликус. 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 Да. Мой ничего не говорит. У меня высокие трусы от Шанталь Томас. Безумно дорогущие. И они как раз... Умбиликус. Умбиликус прекрасно себя чувствует, спрятан. Я не знаю, я вообще не понимаю, что это вообще... Как это правда? Умбиликус. Я даже никогда не слышала. Да будем полагать, что правда. Угу. Давай еще какой-то один вопрос. Умбиликусом не хочется заканчивать. Умбиликус означает то, что у каждого человека это ловец на беременной стене. Умбиликус. Это типа рубец, круглый. Угу. Да, еще какой-нибудь вопрос или… Да. Человек забывает 90% своей правды. Я думаю правда, потому что как только мы пробуждаемся, у нас что-то остается частично. Чем больше мы просыпаемся, тем больше у нас испаряется из памяти. Но тоже всё зависит от сна. Вот эти 10 миллионов центов, они, конечно же, у нас устраиваются. Но, как правило, особенно если человек уставший, может вообще не запоминать. Он просто проснулся и встал, начал собираться на работу. Я думаю, что это правда. Итого, да, правда, это зависит от того, какие области мозга активны у нас сюда. Да. Кстати, у нас в жизни инстаграмер. Как часто тебе присылают интимные фотографии? Всё-таки это большая проблема. Вот, у кого не спроси, со звёзд, с видениями там лиц. Все говорят о том, что очень часто мужчины присывают свои личные слова. Но я как бы не доктор. Зачем мне ваш рисунок не выполнять? Вы на осмотр пришли или как? Или похвастаться. Или это что это значит? Но я не понимаю, какой смысл. Они думают, что это возбуждает. А присылают. Конечно. И они думают, что типа, о, вау, какой красивый. Конечно, я не против, пускакать. Или как, я не понимаю вообще. Или им приносит какое-то удовольствие, кайф. А ты знаешь, что есть медийные даже личности, которые присылают, и футболисты, и ведущие разные. А как это происходит? Мои знакомые присылали. Представляешь? А как это происходит? Ну, просто человек бросает фотку или фамилирует от семьи, или все, нагревает, смотрит, и все. Одно из видео, которое меня просто поразило, один малоизвестный ведущий, ну, ведущий. Просто, ну, человек, ему явно не 18, не 25, стоит вот это снимается в ванной зеркалі, и опускает руку туда, и имитирует, типа, что ты делаешь. Не мне, это мои знакомые. Что самое, как ты, может быть, взрывающее тебе присылали, или же предлагали? Я, может быть, ну, очень много писем. Ну, реально, там просто полный завал, и люди, вот все, кто пишут, они думают, что они единственные. Это не так, там действительно очень много писем, у меня физически все открыты. Ну, в основном, знаешь, бывают, любят вот эти иностранцы поприсылать какие-то свои писюны, наши любят поприсылать писюны. Ну, я готова их отправить к врачу на осмотр, запись сделана. Вот. Я не знаю, для чего это все происходит. Женщины это не заводит, это не возбуждает. Иногда это даже отвратительно, противно именно вообще. Это, знаешь, как мужчине, мне интересно посмотреть на женщину уже сразу голой. Нет, есть те, которые сразу берут такую женщину для своих утех. Ну, вот, может быть, у них есть какая-то там своя цель. Но вообще мужчине интересно с женщиной как минимум познакомиться, пообщаться хотя бы, прочувствовать ее энергию и вообще, как она себя ведет, ее отношения, ее внутренний мир, а потом уже все остальное. Вот, кстати, у нас социального высотания в принципе в нашей стране. Почему у нас так боятся об этом делаем и взрослые, и при этом в школах этом вообще? Потому что у нас наши мамы, бабушки, дедушки, они все это несут через долгие годы, через свое время, как у них это было. Сейчас мир очень современный, он очень изменился, и об этом не нужно бояться. Ты знаешь, что во Франции, так, мы вчера это обсуждали, по-моему, во Франции, здесь даже специально уроки проводят, как правильно расстаться с девушкой. Я была в шоке. Но это же круто. Ну, то есть, есть люди, которые, знаешь, могут просто в какой-то момент не ответить, просто отморозиться и пропасть. Это тоже неправильно. Это приносит психологическую травму, особенно, ну, кому угодно, женщине, мужчине, это тоже не важно. То есть, в зависимости от того, какие у них чувства. Надо уметь тоже красиво расставаться. У Жанни Лора как-то, у нее есть фраза в одной из ее песен, что расставаться надо тоже уметь красиво. Все всегда начинается красиво и хорошо. Так, если это и заканчивается, вы должны тоже уметь, ну, хотя бы стараться, уметь закончить эти отношения тоже расставаться. Понимаешь, я понимаю, что есть разные ситуации, нужно разбирать каждую ситуацию отдельно, но если в общем говорить, да, и готовить людей к тому, как бы в идеале это хотелось бы видеть, то лучше всего все-таки учиться грамотно расходиться. Мне не раз делали больно, и это дает по психике, потому что ты, есть женщины, которые могут быть неуверенны в себе, есть женщины, которые сразу закрываются, знаешь, как партия, как бабушка, она может быть молодой, красивой девочкой, у нее вся жизнь впереди, а мальчик ее просто вот так вот загновил, и все, понимаешь, он сорвался на ней в какой-то момент, и она все, она себя потеряла. Ни мужчина, ни женщина, никто не должен терять себя. надо уметь находить общую цифру, надо уметь разговаривать, не нужно мстить друг к другу, не нужно приносить боль. Мне мой бывший, знаешь, иногда, когда ко мне возвращался, вот, я не понимала, зачем, а он просто приходил в очередной раз, вот он придумал себе какой-то план мести, и он подумает, что вот если в очередной раз типа скажет, что все у нас хорошо, и я опять вот это растаю, и он потом развернется и уйдет, и он мне сделает это тем более. Вот он каждый раз, ему это приносило какое-то удовольствие, я не понимаю, зачем это делать. Ну, я понимаю, ты кайфуешь с этим, и, не знаю, сходи на волос. Как пизди грушу называется. Ну, блин, сделай что-то со своими эмоциями, состояниями. Это все идет с детства, с психологическими какими-то, возможно, полями, я бы так это не сказала. У него явно есть проблемы, а проблемы какие? Я знаю их, не хочу сейчас озвучивать, потому что я не хочу брать опять вот эти разговоры из прошлого и нести это все. Я знаю, в чем поре, я знаю проблемы. Все идет с детства от воспитания родителей и так далее. Проблема была в его маме. И поэтому у него женщина не очень хорошая. Иногда поведение, воспитание, отношения. И ему трудно вообще в личной жизни. У него не все так просто. привык, что тебе делали часто больно. Ты сейчас готова к новому? Конечно, я же... в моей материнской любовью. Если у тебя родился сын... Я вот очень хочу, чтобы у меня была полноценная семья и папа, и мама. Я вообще не понимаю, когда мне пишут и говорят, роди ребенка без тебя. Это полный эгоизм. Вы что, пришли в магазин купить хлеба или лекарства? И насладиться из себя? Это неправильно. Если вы решились на то, что вы хотите родить ребенка, значит, вы даете человеку определенную как-то и воспитание, и эта новая жизнь. Рано или поздно этот ребенок, он уйдет из дома. Он будет создавать свою семью. У него будут свои друзья. Есть достаточно времени до 18 лет, до 16 лет научить своего ребенка грамотно и общаться с людьми, и жить, и воспринимать семейные ценности. Это тоже очень важно. Но этому можно научить, просто было бы желание. У нас очень часто вот меня моя мама так учила, и я тебя буду так учить. Времена как бы разная. И сейчас все очень меняется. Если возвращаясь к теме секса, это нормально на эту тему говорить. Лучше мой ребенок будет знать, и вообще вся страна будет. Почему-то мы о пандемии говорим, извините, уже почти год, но о безопасности своего собственного здоровья, как предохраняться, мы почему-то боимся говорить, как правильно использовать презервативы, и вообще стесняемся их даже покупать. Почему? У меня вопрос. То есть, если кто-то чихнул кашляну, все, у нас уже дерево, мы уже знаем, что можно вообще, что с этим миром не так. понадобилось ввести в весь мир пандемию, COVID-19, чтобы люди заново научились мыть руки, дезинфицировать их. Вы серьезно? Нам в детстве говорили перед завтраком, обедом или ужином идти по моей ручке. Пришел там с прогулки, по моей ручке. У нас всегда это было. Но почему-то именно сейчас люди начали заново это все. Это странно для меня. Люди это все как-то забывают. Не нужно бояться высказывать свои мысли, свое мнение. Кто-то со мной может быть в чем-то несогласен. Всегда можно что-то оспорить. Всегда можно уйти в какое-то темное направление. Я сейчас говорю в общем. Это общее мое мнение и понятие. Если рассматривать данную какой-то ситуации, то можно углубиться и, конечно же, все более детально. Но я говорю в общем. Люди не должны бояться говорить о своих желаниях. Не бойся заказать салат и съесть его в ресторане, если ты находишься на свидании. Не бойся сказать своему партнеру о том, что ты хочешь заняться сною любовью, но при этом ты хочешь предохраняться. Не бойся спросить у него вообще даже, есть ли у него с собой презерватив. Это нормально. Вообще не нужно бояться. говорить о чем-либо со своим партнером. Это нормально абсолютно. В Америке есть уроки, где учат презервативы надевать на банан, например. учат подростков правильный офиген. Во Франции, как я уже сказала, есть уроки, где учат грамотно уметь расстаться со своим партнером. Есть даже уроки как спасатели. дети выходят, есть уроки, есть уроки. Они выходят такой группой, это типа а-ля на физкультуре, и они учатся и плавать, и спасать, и это очень интересно, как это все происходит. Я была в шоке. Это очень круто, что есть такое. Мир уже давным-давно пошел вперед, он очень современный. Поэтому мы немного остались там, сзади того времени. Почему мы не идем вперед? Мы только говорили об этом, но почему-то мы не идем вперед. Мне это непонятно. Я хочу на завершение тебя попросить дать дельный совет, связи с твоего личного опыта, девушкам, женщинам, которые нас сейчас смотрят, которые пытаются себя сейчас с вами принять. Возможно, кто-то пребывает в таксичном отношении. Что нужно первоочередно сделать для того, чтобы не валяться и разорвать события в твоей жизни, которые не хотим быть? Ну, во-первых, хочу напомнить о том, что на эту тему я буду готовить свой марафон, и чтобы вы не пропустили, обязательно подписались на меня в инстаграме, я буду это все анонсировать, мы будем создавать отдельный телеграм-канал, мы будем об этом говорить, но, знаешь, пока ты это все говорил, я вспоминала свои эмоции и чувства в тот момент, когда я находилась в таких-то токсичных отношениях, когда мне было больно, тяжело, и мне было трудно слушать дельные советы о том, вдруг, хотя я понимала, что они абсолютно правы, первое, что мы можем оказать для себя такую помощь, это максимально успокоиться, если мы не успокаиваемся, любой человек, если мы находимся в такой вибрации, в агрессии, в нестабильном состоянии, у нас ничего не получится, надо уметь справляться с собой, учиться на что-то отвлекаться, какой-то период времени, когда я давно-давно, в юношестве, когда меня что-то расстраивало, я могла включить мультики, серьезно, я включала что-то позитивное, что меня отвлекало от негатива, возможно, кому-то будет необязательный мультик, хотя сейчас есть и взрослые мультики, разные, кстати, и не только такие, я не пропагандирую порно, но там всегда финал очень хороший, там всегда все счастливы, поэтому если вдруг нет настроения, можно включить взрослое кино, но знаешь, как минимум, как минимум, человек, который это уже услышал, как минимум уже улыбнется, потому что мы должны себя как-то останавливать, если сейчас как психологи раскатывать, говорить, ой, вам нужно вот это, будьте самими собой, полюбите себя, ты же такая индивидуальная личность, хочется сделать так, вот, я лучше, я не знаю, дам какой-то, не знаю, юмористический совет, какую-то шутку, вот, это больше принесет пользы, и больше принесет, я не знаю, какого-то спокойствия и улыбки как минимум на лице, да, а еще я очень хотела бы обратиться, я уверена, что у тебя, наверное, все-таки будет хорошая большая часть мужской аудитории, мне бы очень хотелось, чтобы мужчины не теряли себя, они себя сейчас потеряли, я хочу, чтобы они не бросали полностью вину на женщину, что вот что-то не так происходит, да, всегда в отношении к виноватому и все это знают, но мне очень хочется, чтобы мужчины оставались вот этими романтиками, которые могут встретить женщину, которая ему симпатична, интересна, не побояться сорвать ромашку или купить цветы, мужчины на самом деле на еду, на пиво или на еще что-то тратят намного больше денег, сейчас шикарный красивый букет с цветами можно купить абсолютно за доступные деньги, просто порадовать свою любимую женщину или просто, знаешь, я вспоминаю, когда я была девочкой 18 лет, и мне просто на улице мужчины дарили цветы, просто могли подойти и просто подарить их, или, например, когда еще не было службы такси, могли вообще бесплатно этому отрисовать, ни копейки, деньги взять, и ничего при этом не попросить, вот просто проявить себя как Джеральд и просто поддержать, помочь, знаешь, ну, видишь, женщина идет с тяжелыми сумками, предложи свою помощь, не напугай, потому что может испугаться, просто предложи эту помощь, с новой почтой сейчас, все идут с коровками, видишь, помоги, если мы, все блогеры, например, показываем пример, как нужно помогать бабушкам, дедушкам, животным, дедкам и так далее, это все остается, тогда, но иногда хочется вот этой романтики, когда мужчина может просто помочь тебе донести сумку до подъеда, или просто подарить тебе цветы просто так, потому что ты ему или улыбнулась, или приглянулась, или ему просто симпатично, или девушка без настроения, а ты просто хотел поднять ей это настроение, чтобы она улыбнулась и сказать, это просто для вас, у вас красивая улыбка, улыбайтесь чаще, хорошего дня, до свидания, или пригласить на кофе, если она вдруг отреагирует позитивно, видишь, у тебя это вызывает эмоции, хотя ты мужчина, кто начал что, улыбаться, у тебя огонек в глазах, тебе приятно же сейчас узнавать, когда идет что-то такое вот романтичное, доброе, связанное с любовью, этого так не хватает, мужчины, будьте романтики, как пожаловать, друзья, у нас есть хорошая, добрая традиция, когда наш гость за самый интересный вопрос дарит какой-то особенный подарок, Лена приготовила нашему будущему победителю что-то все меняет сюда, подарок уже принесла, обязательно задайте свой особенный вопрос для Лены Пилоновой и победитель получит этот подарок, спасибо спасибо большое Лена тебе за потрясающее интервью, потому что я убедился в очередной раз, что ты абсолютно истин, честный, настоящий человек, мне было очень приятно, потому что зарядился неимоверными эмоциями, очень рада спасибо большое мне тоже было очень приятно еще хотела знаешь подополнить завершение многие воспринимают женщин как я сильными личностями и очень часто вкладывают в голову мужчинам и женщинам тоже что тебя боятся ты слишком сильный уверенный и так далее это такие новые стереотипы только сильной уверенной женщиной мужчина всегда достигнет самых высоченных высос ты знаешь как корабль без ветра у них плывет поэтому парусная яхта должна идти только вперед яхта это мужчина ветер это женщина я готова дуть учтите ребята с вами был канал безпалл мюзик это моя опростая рубрика мысли вслух подписываемся оставаться часть моей интернет-сюб и доставки а не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить новое видео обязательно лена клонова ревер высоты не калеку ага